Привет! Майнинг это не только доходы, но и расходы на электроэнергию. Сейчас я расскажу, как их уменьшить. Когда видеокарты или процессоры выполняют вычисления, они тратят определенное количество электроэнергии и выделяют определенное количество тепла. В интернете можно найти подробное объяснение вместе с формулами. Но ни у видеокарт, ни у процессоров нет никаких движущихся частей. Поэтому для упрощения принято считать, что сто процентов поглощенной электроэнергии превращаются в сто процентов выделенного тепла. У GTX 1070 теплопакет 150 ватт. Это значит, что она потребляет 150 ватт электроэнергии и выделяет в окружающую среду примерно 150 ватт тепла. Для сегодняшнего эксперимента я собрал компьютер с двумя GeForce GTX 1070 и процессором i7-8700K. Запускаем майнинг только на видеокартах со стоковыми настройками. Видим, что они на эфире выдают по 26 мегахешей в секунду и потребляют 405-410 ватт. В правый верхний угол я вывел показания ваттметра. Он показывает потребление системного блока. Мониторы все остальное запитывались от отдельной розетки. Без учета видеокарт, то есть процессор, оперативная память, RGB-подсветка потребляют около сотни ватт. То есть видим, что каждая видеокарта потребляет в среднем по 150 ватт, как и должна. Для того, чтобы увеличить доходность майнинга, нужно поднять частоту видеопамяти. Устанавливаю в MSI Afterburner плюс 700 МГц по памяти. Теперь каждая карта выдает по 31,5 мегахеш в секунду. Увеличилась доходность, а вместе с ней и потребление до 430 ватт. Это значит, что теперь вы стали зарабатывать немного больше, но также немного больше отдавать за электричество и немного больше греть свою комнату. Чтобы исправить ситуацию, я рекомендую понизить значение Power Limit. Это как раз-таки тот самый теплопакет. В MSI Afterburner он измеряется в процентах, где 100% это то значение, которое зашито в карту производителя. Понижать Power Limit абсолютно безопасно. Вы можете смело взять ползунок и выкрутить его в самый минимум. Страшного ничего не произойдет. В худшем случае видеокарта просто ограничит свое потребление и вы получите просто очень низкую производительность в майнинге и в играх. И это легко исправить, если повысить теплопакет обратно. Как бонус, при более низком Power Limit ваши видеокарты будут меньше греться. В нашем тестовом компьютере я понижаю Power Limit на 30%, то есть до 70. И мы с вами видим, как упало электропотребление примерно до 315 ватт. Но немножко заскакал хешрейт. Одна видеокарта выдает примерно 28,5 мегахеш в секунду, а вторая честно положенный ей 31,5. Поэтому давайте слегка повысим значение до 75%. Хешрейт стабилизируется и слегка поднимается потребление. Как видите, при помощи всего двух простых ползунков мы с вами стали и зарабатывать больше, и при этом экономим почти 2,5 киловатт часа в сутки. В одном из следующих видео я расскажу, как подобрать оптимальные частоты для майнинга, как проверить стабильность видеокарты и как при этом не спалить дом. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео и пиши свое мнение в комментариях. Пока!